Всем привет! Признался честно, за последние месяца два я не то чтобы много читал. И в основном всё, что мне попадалось, не очень-то и сильно резонировало с моим внутренним миром. Но есть одна книженция, которая очень выгодно и ярко выделяется на фоне остальных. И я сейчас объясню почему. Это Демиан Германа Гесет. На самом деле Гесет далеко не мой самый любимый писатель. Он, наверное, не входит даже в десятку моих фаворитов. Но всё же данная книга меня зацепила по одной очень простой и очевидной причине. Я смог себя ассоциировать с главным героем. Тем самым прочувствовать всю, так сказать, такую вибрацию от произведения. А это, я считаю, одна из самых ключевых вещей в литературе. То, что ты можешь сопоставить себя в какой-то мере с главным героем, прочувствовать весь спектр эмоций, которые он ощущает. Собственно, Демиан это, конечно же, роман воспитания и взросления героя. Но и с кем бы я отметил, что это роман-поиск. Поиск самого себя, своей идентичности и места в мире. И тут присутствует довольно интересная концепция. Ведь произведение так тебе и кричит, прямо так ясно кричит в лицо, что это роман-психоанализ, в частности по Юнгу. Но как бы Гесе этого не скрывал, и тут нет какой-то особой тайны. И я не сорвал сейчас невидимый покров, сказав вам это. Тут очень важно понимать обстоятельства, при которых был написан роман. И я действительно не устану повторять в каждом видео, что для любого произведения это очень и очень важно. Всегда постарайтесь ознакомиться перед прочтением с историей написания. Ведь именно тогда книга заиграет действительно новыми красками. Итак, на дворе 1910-е года Гесе приунывает и очень так сильно. Ведь есть на то весомая причина. Его младший сын сильно заболевает, жена страдает от шизофрении, да и вдобавок еще умирает отец. Причина для депрессии есть, и она очень ядственная, согласитесь. Вскоре начинается Первая мировая, а все мы прекрасно знаем, что как бы во время войны моральные принципы сходят на нет. И все идеалы рушатся. Поэтому Гесе проходит курс психоанализа у ученика Карла Юнга. Отсюда как бы и ответ, почему многие идеи Юнга повлияли на произведения. Но, как утверждал сам Гесе, они являются всего лишь постфактум, а не основным инструментом. На самом деле Демиана я бы сравнил с голодом Гамсуна, в котором главный герой выступал тоже своего рода не столько как персонаж из живого человека, как поток самосознания, но Гесе провернул очень интересный литературный ход, который в буквальном смысле оживил его персонажа. Роман выходит под именем Эмиль Синклер, то есть под именем главного героя. И казалось бы, что тут такого? Но благодаря этому, во-первых, герой будто бы сам оживает и уже становится не только литературным вымыслом, но и самым настоящим человеком. А во-вторых, Гесе тем самым наделяет его идентичностью. Сюжет довольно прост. Это такая история взросления Синклера и то, как менялся его жизненный путь, его мировоззрение и идеалы. Его неизменным спутником является Макс Демиан, который в какой-то момент помогает Синклеру, как именно, я уже не буду вам спойлерить, ну и у них завязывается дружба. Демиан выступает в роли необычного персонажа, даже в каком-то роде он является мистическим и эзотерическим персонажем. И хоть позже их пути как бы разойдутся на физическом мире, душевная связь у них все равно останется. И все же спустя время еще не раз их пути снова сойдутся. Интересной вещью тут выступает еще то, что не всегда понятно, действительно существует ли Макс Демиан или это все же проекция подсознания Синклера. Ну, копаться в этом так довольно интересно. Внутренний мир Синклера разделен как бы на такие две части, да, это темная и светлая. Светлая представляется ему родительский дом и все, что с ним связано. Темный же мир это таинство взрослой жизни, которое он постепенно пытается познать. Это улицы, слухи, преступники, всякого рода там интрижки. И все это манит главного героя, в принципе, я думаю, как и любого другого человека. Ведь это что-то запретное и новое. Но вскоре он очень быстро в этом разочаровывается. Часто тут поднимается, кстати, и тема Бога. Но мне нравится, что Гессе грубо не тычет тебя тут религиозными концепциями, а умело это подает через рассуждения и диалоги. От этого нет ощущения, что ты читаешь заумную философскую книгу. Хоть философия тут играет, ну, действительно, не самую последнюю роль. Также все любители символики получат от прочтения отдельное удовольствие. Ведь в романе куча различных символов, которые с упоением можно трактовать. Чего только стоят сны главного героя Синклера. Нужно оставаться человечным. К этому главный герой не сразу приходит. Ведь его кидает со стороны в сторону, как, ну, такой корабль во время шторма. Но все-таки через длительный путь психоанализа самокомпании он приходит к этому выводу. И подытожив, я хочу вспомнить Довлатова, который говорил «Ад – это мы сами». Спасибо за внимание, дорогие друзья. И до новых встреч.